Итак, всем привет, с вами Дубка и продолжаем играть за Францию Виктория 3. И в прошлой серии мы наконец-таки достигли Советской Республики. Теперь нам остаётся подумать, хотим ли мы сделать себе командную экономику. С одной стороны, как бы типа да, потому что, ну, очевидно, что Советская Республика идёт вместе с командной экономикой, как правило. Но вот я пока экономически считаю, что это нас убьёт. Вот, если мы поставим себе обязательные субсидии, ну, у нас резко экономика умрёт от субсидий. Но в данный момент хотя бы такого прикола нету. Вот, и плюс, мне интересно, как сейчас будет у нас уровень жизни изменяться. Запоминаем, примерно, цифры, да. Богатый, я ожидаю, немножко станут беднее, может, немножко. Ниши клажа должен немножко подняться обратно. Вот, ну, понятно, что УП у нас будет расти независимо от уровня жизни, потому что мы просто будем строить больше, и у нас при этом население растёт просто, ну, по полтора процента. У нас уже 130 миллионов, и этот рост всё больше и больше, то есть, количественный. Потому что процент у нас большой, и потихоньку всё больше и больше она становится. Вот, Африка тоже почти доколонизирована. Что ж, потихоньку можно задумываться о том, чтобы выполнять свою главную задачу. Кстати говоря, количество крупных держав уменьшается, это возможно из-за того, что у меня слишком большой престиж. Здесь же такая механика, что она как раз-таки от общего престижа решает, сколько есть мест на великие державы, и сколько есть мест на крупные державы, если я правильно это помню. Ну, посмотрим. Кроме того, я тут подумал, ещё было бы, наверное, неплохо дохватить какой-нибудь китайский стейт, такой солидненький, да, и там настроить угля. У нас просто угля немножко начинает не хватать уже. Потихоньку. Ну, посмотрим. Ещё, в общем-то, подумаем. Это всё ещё не так скоро. Ну, кстати говоря, Китай тоже надо будет... Ну-ка, у нас же есть этот казбель. У нас сейчас какая-нибудь война, может быть, идёт? Нет. Смена режима. Да, окей, мы можем, только нам интересно надо поставить. Давайте сразу так и сделаем. И скоро мы начнём свою миссию идеологическую. Но пока давайте разберёмся экономикой, чтобы в один момент, но случайно, она не сломалась, поймём, как это работает лучше в Советской Республике. Поехали. А ещё я ожидаю, что наши, собственно говоря, картины, да, упадут по-рожёсткому в цене. Давайте посмотрим, что с ними стало. Ух, это очень-очень больно. На это смотреть. Ну, посмотрим, может быть, низший класс тоже захочет картины. Смотрите, у нас всё-таки есть у нашей культуры на это. А, ну и, кстати, можем экспорт повысить картин во весь мир. Давайте попробуем. Там посмотрим, как получится, не получится. Ну и пока, примерно, то, что я и думал, будет происходить, происходит. Из высшего класса потихоньку деньги переходят в низший класс. Первый в жизни, видите, подрастает. Ну да. Потому что капиталисты потихоньку исчезают из нашей страны. Я бы сказал, даже не столько растёт низший класс, сколько падает высший. Помните, он был 40-лет? Вот уже 36,5. И потихоньку это падает и падает. Но средний уровень жизни всё ещё растёт, что меня радует. Итак, высший класс стал беднее среднего класса. Опять-таки, а сколько у нас вообще есть того высшего класса? Такой вот вопрос. А можно узнать, сколько вас? 6,8... Что? 6,8 тысяч 9,3%. Что это значит? Так понимаю, не жаждаемого. Вот, у нас 9,3%. Окей. В сумме у нас получается 78 тысяч. Получается. Окей. Окей. 78 тысяч. Интересно, а где они остались? Ну, всё ещё, наверное, есть. Хотя здесь тоже, смотрите, производственные кооперативы. По-моему, у них уже не осталось особо мест. Здесь тоже стали, смотрите, независимые художники. Запрещаются и вот это, и вот это. Ну, там, высший класс просто умирает. А вот средний класс, кстати говоря, растёт. Даже не столько низший класс впитывает эту богатство, эти деньги, сколько средний. И я вынужден, наверное, немножко повысить налоги, потому что я хочу сейчас построить бананов. А инвестула у нас уже нету. Да и, в принципе, на бананы бы он не давался, но тем не менее. Нам нужно налоги повыше ставить, скорее всего. Потому что... Невисплоу не будет расти никогда. А, и у нас контрреволюция происходит. Поставление закона парламентская республика. Смотрите-ка, что захотели. А какие варианты, что они перетерпят? Подождите, кто у нас пухтит вообще? Интеллигенты, верующие, мелкие буржаи и землевладельцы. Так. Добавляем, что промышленники не бухтят. Так, на землевладельцы плевать. Ну, вот они, да. Как раз таки. Кстати, на самом деле, они не должны были бы особо и бухтеть. Но, видимо, вот захотели побухтеть. Мы так не сможем закинуть. Ладно. Давайте сделаем вот так. Парламентская республика. Окей. Типа. Подождем, пока революция спадет. Успех 62%, кстати говоря. Но нам этот успех надо убрать. Поставим все только коммунистическую партию. Все еще есть успех из-за движения. Окей. Значит, нам нужно что? Правильно убивать нашу легитимность. И плюс авторитет весь убрать. Давайте, господи. 380 тысяч с потребления фарфора. Это безумно. Кстати говоря, еще и налоги на легитимность влияют. Возможно, нам стоит сделать вот так на какое-то время. И здесь тоже сломать. Кто у нас не хочет реформы, давайте посмотрим. У нас не хотят очевидное расселяние. И кому безразлично? Можно что узнать? Ладно, давайте так посмотрим. Военным безразлично. Военные идут в правительство. В этот раз. Еще кому? Профсоюзам безразлично. Неочевидная тема, но да. Окей. Вот так. Да, нельзя принимать законы. Вопрос. Все. Это оно, как говорится. Так, минус вобрения оппозиции мне не хочется иметь. Так что давайте вот так сделаем. А, революция падает. Мы законы принимать не можем. Ситуация стала безопасной. Безопасной. Вопрос. Можем ли мы немножко налоги понизить? Давайте так спрать, пожалуйста. А, пожалуй, нет. Нам теперь просто тонна вина нужна. Просто тонна. Посмотрите на это. 9000 вина. Господи. Да, вот они все богатыми стали. И теперь вино требуют. Ну что, надо им давать вино. Сейчас придумывать как. Ну, кучу пшеничных полей делать. Что еще? Есть проблема, что их количество на самом деле-то ограничено. Пшеничных полей. Так, ну и мы, конечно, включаем все, что можно включить здесь. По классике. И нам надо как-то дотерпеть до момента, когда мы сможем нормально существовать со всеми фракциями. В целом, в целом, у них есть этот минус у того, что мы перешли. Ну-ка, где это было? Кто он здесь самый? Ну, самые эти. Где тут недавняя смена? Блин, или что? Они совсем чуть-чуть не дотерпели, кажется, да? Да, они совсем чуть-чуть не дотерпели до момента, когда им стало пофиг на смену. Точнее, пофиг на Советскую Республику. Но дождемся, пока революция пройдет. И, собственно говоря, перестанем принимать закон. Так, о, и смотрите-ка. Как вам такое, ребята? А теперь здесь радикальное за сохранение закон на Советскую Республику. Давайте отменим. И говорил. Так, ага. Ну, и 300% у нас на Парадаминскую Республику. Но. Прямо сейчас у нас нету желания революцию им устраивать. Надо их сейчас немножко перетасовать. Вот так вот. Оп. Хорошо. И, пожалуй, вот так. Еще сверху. Бам. Отлично. Так. Радикализм. Резет 5 все еще большой. Все еще большой, но уже не такой критичный. Землевладельцы плевать. 0.9. Ведь какие они бедные. Католики и мелкие буржуа. Вот они, да, не одобряют. Ага. Отказ от закона. Но их им надо подождать. А католикам... А католикам очень не нравится Советская Республика. Возможно из-за того, что там обычно какой-нибудь атеизм или секуляризм продвигается. Но это сейчас нам бахнет. Я чувствую. Так. А мы можем как-то еще сделать их подобрее. Допустим, мы сделаем вот так. С легитимностью. Она улетит. Но у нас не будет оппозиции. Единственное, у нас будут радикалы. Ну, кстати говоря, дополнительных радикалов пишется, что 0. Я не уверен, это правда-неправда. Но допустим. Если мы сделаем вот так. 55. Остались только католики и земляладелям. Собственно говоря, можно сказать, что только католики нас душат по-жестному. Так. А что насчет военных? Ружу на силу. Минус 1. Давайте сделаем плюс. Точнее, в 0. Выведем. Можно аналоги обратно снизить. Потому что у нас все равно легитимности нету на законы. Так. Тут вот революция на кончиках пальцев, так сказать. Здесь все еще имеет какую-то силу. Забавно. Хотя там 0.9. Вот бы они просто исчезли. А католики, видите, католики имеют. И там лидер очень жесткий. Вот еще. Прикол еще. Мишель Джен, на самом деле, нам тоже немножко туда накидывает им влияние. Мир 65. Очень-очень. Очень-очень на тон. На это. Прямо на краю. Но надо опять нажимать вот так вот. Пожалуй. И ждать пока не спадет вот этот вот дебафф от того, что мы сменили закон. У нас опять тонна зерна. Я просто еще буду продавать всем. Нацузское зерно на вообще все рынки. А схватает же конвоев? Да. Здесь, конечно, 11 тысяч, но просто иногда может немножко эта цифра обманывать. Лагает уже безумно под таких вот моментах. Она, видимо, каждый раз заново просчитывает торговлю или что. Вот такие, получается, приколы из этого. Но ничего. Ничего. Картины немножко вернулись в спросе. 1100. Нормально. Как говорится, хилимся, живем. Ну и здесь мы более-менее с вином тоже разобрались. Хоть и не так отлично. Ну, я полагаю, что это из-за того, что у нас зерно слишком дешевое. Хотя минус 20% это не смертельно, но все равно достаточно дешево. И ради, кстати говоря, это все потребление населением, тоже можно все это подделать для него. Все-таки у нас роскошь потребляется очень хорошо, потому что у нас очень богатое население. Кстати говоря, высший класс вымирает. Смотрите, их количество только увеличилось. Их стало 80. Подождите. Ну, вроде, да. 86. А такой вопрос. Кто это? Где у нас капиталисты находятся? Почему они еще существуют? Даже, смотрите, даже в торговых центрах у нас нет уже там капиталистов. У нас каких-то работ они все-таки есть. Либо они не хотят никак переходить другие классы. Здесь же нету прям такого перехода красивого, как в этом. Как в Виктории 2. Можно так вот уже сделать, да. Возможно, из-за этого такие приколы. Так, пока я тут не смотрел, у меня начал закон приниматься, что изменилось непонятно. Куда взялась лишняя легитимность. Селяне, кстати говоря, злые. Ну, ничего, селяне, потерпите. Скоро, скоро мы вернем вашу настоящую советскую эту республику. Это ненадолго. И у нас потихоньку появляется спрос на ГСМ. Но это потому, что я перевел, собственно говоря, оружие на производство с ГСМом. Можно потихоньку застраивать, потому что скоро у нас... Ну, надо спрос начинать поднимать. Потому что мы потихоньку будем переходить на какие-то части от ГСМа. Так, еще мы исследовали сварные сооружения. Это значит, что мы сейчас будем сносить лишние строительные сектора. У нас их много. Жаль, что нету какой-то кнопки, чтобы здесь удалять здание. Наверное, я это говорю уже не первый раз. Вот, ну, надо опять вернуться где-то до четырех. А на самом деле, я думаю, учитывая то, что мы избавились от инвестпула, до где-то трех тысяч. А еще я посношу лишние железные дороги, потому что мы уже перешли на последнюю теху. И, следовательно, у нас очень много лишней инфраструктуры получилось. Надо немножко, по крайней мере, во Франции ее подправить. Все это, конечно же, в первую очередь, чтобы освободить новых работников, которые будут делать себе вино. Кстати говоря, у нас электрифицированный метрополитен в Ильде-Франции теперь навсегда, как я понимаю. Поэтому здесь тоже можно очень жестко снизить нашу инфраструктуру. Я думаю, прошло достаточно время. Хватит мне срать ивентами в Рейне. Господи, ну какой Рейн? Что это за ивент? Просто у меня без счастья. Берут, накидывают и накидывают. Не могу из этого колонии довезть. Так вот. Попробовать уже убрать. Что у нас? 69. Нет, мы не могли этого убрать. Какие у нас еще варианты? Что мы можем сделать, чтобы католики не злились? Здесь, хотя бы, уже минус 14. Но если этот минус 14 уберется, а он в один момент уберется, это в теории же один в год, да, уходит. То есть, получается таким образом. Мне нужно будет в 93-м где-то с католиками что-то сделать. Мы можем попробовать подняться вот досюда, чтобы католики не злились. Вот досюда. Давайте так и сделаем. Можно вот так сделать временно. Ну-ка. Делать временно, допустим, как-то вот так. Так, получили мы легитимность. Мы делаем вот так. Потом мы делаем вот так. И мы имеем интеллигент, в который не злятся, а в который не злятся. В теории, да, все, радикализма нету. Свободу и совести мы не примем. Единственный минус, очевидно, он есть. Это мы теряем... Мы получаем радикалов. Получаем радикалов из-за того, что у нас низкая легитимность. Но так никто не бомбит, и в принципе нормально. А ну и высший класс, видите, здесь весь падает. Ну, у них нет доходов больше. Они, я так понимаю, у них может есть какие-то запасы, может нет, я не уверен. Я не помню, что бы здесь... Ой, хоть какие-то запасы денег, в отличие от той же как раз-таки второй Виктории. Там на среднее вполне себе могло запастись деньгами. И там под конец игры какие-то безумные запасы были у капиталистов. Здесь такого как-то нету. Блин, у меня прокнул ивент, знаете, вот этот на Престиж Лебо производительность вина. Я выбрал производительность вина. Блин, что-то как-то я его не почувствовал. Там вроде 500%, мне казалось, что это сильно, но что-то как-то нет. Так, здесь, конечно, мы уже повышаем вас всех. Нам нужно с католиками разобраться. Ну, видите, католики падают по влиянию. Хорошо. А у них лидер сменился, нету лидера. Ну, вот этот, с вот этим бафом. Окей. И у них уже 0. И в теории, если мы уберем изменение законов, будет 10. То есть нам буквально надо, чтобы вот, видимо, вот лость вот эта вот прошла. Опять-таки я не вижу, где это можно посмотреть, к сожалению. Мне это очень не нравится. Но где-то этот модификатор у нас есть. Может, здесь где-то нету. Продоксу не говорят вам, сколько еще этот модификатор будет висеть. Но как только здесь получится единица, мы сможем убрать вот эту чушь и нормальное правительство сформировать. Смотрите, капиталисты и аристократы все еще в нашей стране есть. Где вы рабочей силой являетесь? Почему нельзя? Вот, вот, блин, нельзя посмотреть, где вот эти капиталисты работают, к сожалению. Это тоже мне очень не хватает и стройчасти, когда там можно посмотреть практически всю информацию об этом населении. Здесь же такого... Хотя как, может быть, мы вот так можем, наверное. Вот, у нас есть капиталисты. Но они все безработные. Ну да, они безработные. Почему же вы-то остаетесь капиталистами? Все, они все безработные. И они просто ждут... Так, да, у них есть доходы. Точнее, как доходов у них нет. На что вы живете? Неужели на нашей дотации? Меняйте свою роль. Что вам еще остается? Так, а вот теперь там плюс один. И в теории... Теории. Давайте, это опасный мув, но нам надо его делать. Ну да, плюс один, минус десять. Получается, минус одиннадцать. Согласен. Абсолютно правильная математика, парадоксы. Ладно, какие шансы, что они... Хорошие шансы. Шесть процентов. Они очень много дают. Хотя, казалось бы, здесь всего лишь семь процентов. Ладно. А кто ты? Соцдемократ, я понял. Ладно. Ладно. Что мы тогда можем сделать? Опять... Опять республику принимать, наверное. Ну да. Давайте мы выбросим вас из правительства. Все равно вы делаете революцию. С другой стороны... С другой стороны, мне бы не принимать законы. Давайте, да, ставим парламентскую республику. Господи, вся серия о том, как мы заделаем, чтобы не выйти с Советской Республики. Но так это и бывает, когда ты принимаешь это на минимальных процентах. И что ж, можно на самом деле... А, нет, нельзя. Смена режима 35 дурной славы. Жесть. Это очень дорого. Тогда сидим и ждем, получается. Пока у нас накопится. Мы уже производим, чтобы вы понимали. 144 тысячи зерна. Просто, ну, жесть. Ну вот, а теперь наши, собственно говоря, богатые тянут нас вниз. Своим очень низким уровнем в жизни. Либо придется им найти новую работу, либо умереть с голоду. А вот, собственно говоря, пошел мем. Теперь у нас люди хотят сохранения. Но и восстановления. Ух, безумие. Вот, смотрите-ка, еще потом народная революция. Есть еще одно событие. Событие о Рабочей Республике. Посмотрим, что это будет. Скорее всего, как обычно, какой-то микро бесполезный баф. Но, может быть, нет. Может быть, что-то будет поинтереснее. Узнаем. О, смотрите-ка, у нас кино искусство. Выселый ивент. И бафнуть. Да, жестокие реалии нашей эпохи. Это то, что надо. Нам нужно сделать. Плюс популярность. Нужность к нам партии. Католики в союзе с профсоюзами. Я так подозреваю это из-за того, что здесь социальная демократия. Но, блин, что же вы тогда так душите нашу Советскую Республику, черт возьми. Смотрите-ка, первый тик скоро подойдет, через два месяца с половиной. Мы, конечно же, перед этим его отменим, либо общественность переделываем. Да вы шутите. Да вы шутите. Пускай будет претензия, плевать. Я не хочу без счастья получать. Мне еще кучу стран правительства менять. Вообще, вообще, в один момент мы сможем забить. Но этот момент, это не прямо сейчас. Это все-таки чуть-чуть попозже. Потому что прямо сейчас, я еще не сказал бы, мы не можем. Вот когда мы сейчас, смотрите-ка, мы исследуем четвертый тир побольше. Нам что-то, я надеюсь, распространится здесь. Выйдем мы от химоружия, поближе к танкам. Там уже мы можем вообще забить на все страны. И просто делать, что хотим. Вот, пришла пора отменять. Эх, 62. Так, ну это еще часть из-за вот этого прикола. Потому что мы можем еще буржуа, да, успокоить. А, и католик, подожди, минус 7, все. Ура, ура. Ура, товарищи, революция отменяется. Точнее, контрреволюция, я бы сказал. Все. Советская республика теперь точно укоренилась в Франции. Мы нашу экономику немножко подстроили, да. Ну, переделывали немножко, так сказать. Посмотрели, что как у нас. Я бы сказал, мы теперь настроены решительно. Скоро у нас уже, кстати говоря, автомобили растут в спросе. Это интересно. Мы скоро уже доисследуем наши ключевые военные технологии, после которых мы сможем вести войны. И начнем с этими технологиями полноценную мировую революцию. Начнем, пожалуй, с ближайших стран Испания и Италия. Ну, затем будем там идти, куда у нас, собственно говоря, получится. Думаю, на этом серию можно закончить, ребят. А с вами был Дубгай. Подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Лайк, комментарий, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.